Празднование самого детского дня в году продолжилось в минувшую пятницу. Перенесенный с 1 июня из-за погодных условий, детский праздник прошел в парке «Юбилейный» 4 июня. Ребят здесь ожидало множество интересных развлекательных площадок. В этот день парк «Юбилейный», любимое место отдыха на Ринмарской детворы, светился не только от лучей солнца, но и от детских улыбок. Праздник начался с зажигательного флешмоба с участием активистов российского движения «Школьников». В нашей площадке приходят танцевальные игры, различные игры на командное образование. Также мы вначале станцевали флешмоб и открыли праздник детства. Праздничное гуляние, посвященное Международному дню защиты детей, было организовано на этой площадке Молодежным центром Ленинского округа. Сейчас у нас проходит большой, можно сказать, праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Он должен был состояться 1 июня, но погода внесла свои коррективы, и мы перенесли этот праздник детства на сегодня. Погода нас сегодня радует солнышком, но думаю, что ветер нам не помеха. В программу у нас входит несколько блоков. У нас есть танцевальный блок. Вот сейчас РДШ проводит свою игровую программу и свой флешмоб. Также у нас есть площадка, открытая тренировка по воркауту, к которой могут ребята, все желающие, присоединиться и научиться каким-то азам уличного спорта. Есть игровая площадка, где у нас несколько конкурсов, например, воздушный дартс, где нужно шарики выбивать дротиками. Также у нас проходит кинотеатр для ребят в большой палатке. Есть несколько палаток от Ненецкой нефтяной компании. Есть аквагрим. В принципе, я думаю, что здесь для любого ребенка с различными интересами найдется площадка по душе. И в конце у нас будет большое такое красивое, веселое завершение всего этого праздника. Это дискотека. У нас будет проходить танцевальный батл от школы танцев Wooden's Family. К нему тоже можно присоединиться всем желающим. Организаторам детского праздника удалось реализовать все планы и провести мероприятия на высоком профессиональном уровне. В районе двух недель у нас подготовка шла. У нас шли переговоры с общественными организациями, чтобы они показали здесь свои достижения, свои умения. А также шли переговоры по поводу места проведения. На празднике была представлена выставка мотоциклов. Ее организаторы – члены общественной молодежной палаты. Все желающие могли оседлать железного коня и сделать фотографию на память. Устроили небольшую выставку для детей, для подростков. Ввиду празднования Дня защитника детей. Показать технику, чтобы рассказать детям, что за техника, как устроена. Привлечь, так сказать. Популяризация у нас идет мотокросса в округе, чтобы объяснить, что надо ездить безопасно, на дорогах нельзя ездить, если нет прав и оборудованных техники. Или чтобы привлечь детей, чтобы были заинтересованы, чтобы как-то отвлечь от подъездов, может быть, еще что-то, чтобы занимались спортом. Давно полюбившийся детворей Аквагрим ждал гостей праздника на одноименной площадке. Члены клуба юных журналистов при редакции Нарьянам Виндер наносили красивые яркие рисунки всем желающим. Маша Хабарова является юнкором с 2019 года. В год добрых дел мы решили летом рисовать детям Аквагрим. Мы стараемся быть очень активными, и чтобы нас замечали все. Если вы очень хотите коммуникабельности и знакомства с новыми людьми, то, пожалуйста, приходите к нам. У нас очень много всего, всех таких организаций. Развлекательные мероприятия для детей и подростков приобретают еще большую актуальность в период летних каникул. Насыщенный сезон ждет специалистов молодежного центра. Сейчас начались каникулы, и нам хочется сделать каникулы всех ребят, детей более яркими, насыщенными, чтобы они не просто сидели дома, играли в компьютеры или слонялись по улицам, а принимали участие как раз-таки в активных видах деятельности. Узнавали о деятельности также молодежного центра, в том числе приходили к нам на наше мероприятие. Ну и просто подарить им праздник и хорошее настроение. Множество увлекательных площадок радовало юных жителей Наринмара в парке «Юбилейный». Мобильный кинотеатр, электромобили, игра «Крестики-нолики», лазер-так, танцевальный батл, конкурс рисунков на асфальте и открытая тренировка по воркауту. Катрина Тайбарей, Леонид Шишелов, Телеканал Север.